Все, начали. Добрый вечер, Каса Алиев. Я как раз хотел тут нарисовать. Ты видишь это со мной? Привет, Алексей. Да, добрый вечер. Что это? Да, я вот вижу рыбки, и для меня это вечный, как альпиады, забыл, в Сочи. Нет, это корабль, это корабль. Я его еще не сделал до конца, понимаешь? Я его еще не сделал до конца. Видишь, это вот окошечки такие тепленькие будут здесь. И такой большой корабль. А это рыбки. Ну, это такая потрясающая будет картина, вообще удивительная. Слушай, я тебе, знаешь, заодно, что хотел сказать, Алексей? Я хотел сказать, кто такой счастливый человек, и который живет долго. Я анализировал долгоживущих счастливых людей. И я нашел одну закономерность. Она заключается в том, что когда сходятся потребности души, тела и дела, когда они согласованы. Вот, например, Познер. Он же какой взрослый человек, да? Занимается любимым делом всегда. Он всегда выбирает именно любимую деятельность. Он никогда не подчиняется нелюбимой деятельности. Как бы ни было. Он всегда занимается любимым делом. При этом он любит играть в теннис. А это же полезно и для организма. Правильно? Одному теннис полезет, другому волейболу, третьему там хоккей или там еще. Да, каждый получает удовольствие. Если у человека есть совпадение между потребностями души и тела, и дела, тогда он счастлив. Он всегда такой довольный, потому что он на своем месте. И поэтому он уверен в себе, и он хорошо развивается, и не нуждается в алкоголе. Почему он не нуждается в алкоголе? А потому что алкоголь – это заменитель эндорфина, который в организме, источника радости, источника внутреннего самоисцеления, самооздоровления. Алкоголь – это же на самом деле универсальное средство. Просто когда люди не знают, как создать себе счастливое состояние, они раньше выпивали, а это тупик, а это тупик. Приглушение идет. Наша школа занимается тем, чтобы человек познал себя, открыл свои способности и таланты, нашел, как заниматься любимым делом, чтобы ему еще за это деньги платили. Поэтому, чтобы был полный баланс. А что ты мне хотел сказать? – Я тоже вот, тоже благодарю вас, Касай Магомедович, то, что мы с вами уже более месяца уже ролики записываем, и то, что я уже нашел свое именно предназначение. – Да ты что? Ты уже нашел предназначение. – Да, я сейчас все постепенно, постепенно, все, вот это у меня поэтапно все идет. Я начал свое дело доделывать, потом я другое дело доделаю, и уже приступаю к своему предназначению. Именно, которое я говорил вам, историю людей, кто на YouTube-канале записывает. вот это, я вот от нее вот, я вот сколько уже смотрю, я уже тот, который я говорил, YouTube-канал, посмотрел уже больше года. Они, вот этот YouTube-канал у них два года уже существует, и у них подписчиков более 900 тысяч участников, ну, то есть в YouTube подписанных, и мне нравится, потому что я вижу то, что я могу еще лучше дать это, как его преподнести людям, и это чувствую. – Молодец, я тебя поздравляю. Я рад, что ты доволен, я рад, что ты доволен. Когда мы сделаем марафон, мы же собирались сделать марафон, и мы готовимся сейчас к этому марафону, и сейчас для того, чтобы марафон этот сделать, он будет там 21 день, по-моему. – Да, до Нового года, до Краснодара. – Мы же сделаем два ролика, где я покажу уникальные приемы по саморегуляции, и эти ролики мы поставим, и все участники нашей школы, они будут 21 день, 5 минут в день применять эти приемы. И за счет этих приемов они будут, кто хочет. – Да. – Кто-то будет лишний ревиз сбрасывать, кто-то будет познавать себя, открывать у себя таланты, даже такие способности, о которых он раньше не знал. – И будет писать тебе все время, как у него дело идет. – Да, отзывы будем собирать, а у кого что каждый день происходит, какие-то там трансформации в жизни, какие-то осознания, что-то ему, вот такое, то, что ему начал уже… – Да, инсайты свои. – Да. – Потому что у меня таблички там пишут, и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в школе там пишут. Ну, надо, чтобы действительно люди настроились, а мы с тобой давай через 2-3 дня это начнем, ладно? – Да, и у меня вот сейчас один из упражнений, я тоже попрошу, какое я хотел. Это лично для меня нужно, для того, чтобы меня это инфекцировать, знаете, в школе тоже интересно. Когда мы ее проделали, ключ, и когда мы, понимаете, просто рассеянный взгляд, что происходит именно в этот момент, именно при рассеянном взгляде. Про Лео Кулусарь. Потому что я чувствую, но мне надо понять, как она вот это влияет именно, чтобы я понимал, как она взаимодействует, и как она в жизни будет отражаться. Потому что когда идет проработка внутренняя, значит, она отражение идет во внешнем степени. – Хорошо, хорошо. Я это тоже расскажу и покажу, схематично покажу, как две половины мозга между собой общаются в момент, когда человек сосредоточен, когда он пытается решить какой-то вопрос. – Да. – Да, и когда потом он решил или отключился, какие-то другие вопросы, рассеянный взгляд, пустой мысль на самотек, и там вопрос начинает автоматически дорешевываться. Когда он уже не контролирует процесс, он отдал его на свободу, и весь организм уже решает это. Ну, я это скажу, скажу, это даже специально разработка. – Да, это мы второй ролик напишем, да? – Ну, пожалуйста, хоть второй, хоть третий. – Давай. – Короче, у нас две задачи. Сейчас марафон наш запускать и сделать два ролика. Ну, и там же я могу и попутно рассказать, как работают две половины мозга, когда человек сосредоточен и когда он рассеян. – Это в марафоне лучше рассказывать, да? – Да, в марафоне, да, в марафоне, конечно, конечно. Они же попутно, многие люди хотят решить какие-то свои вопросы. – Да. – Это очень важно. – Самые разные вопросы, да. – Чтобы люди просто участие, обучали результаты, результаты, результаты. Новый год, чтобы когда они начали новую жизнь, новый, новый год, чтобы у них были трансформации постоянно, постоянно новые, новые, новые результаты. – Слушай, а ты должен знать, что еще знать? Сколько людей в нашей школе стали открывать такие у себя новые способности, о которых просто раньше не подозревали. Да в генетике у каждого человека столько еще и возможностей, о которых он не подозревает. Замечательная наша школа. Да, я всем нашим участникам школы передаю привет. Приветствую. Зима началась, первый день зимы сегодня, первое число и всех поздравляю. И хочу сказать, да независимо от того, что зима, и независимо от того, что бывает осень, и независимо ни от чего, все равно потом будет весна, и снова будет лето. Скоро будет лето, несмотря на то, что сейчас зима. Весна должна радоваться. Вот это лето у каждого должно быть в душе. – Постоянно. – Весна в душе. Именно этот ключ у нас для того, чтобы ты всегда имел у себя этот рассвет. – А, давайте, потому что у нас же тогда мы ролик записывали, давайте еще раз напомним, так как сейчас холод уже наступил, человек мерзнет, помните, да? Вот это именно вот это. Давайте расскажем. Когда его озноб берет, когда он дрожит, да? – Да-да-да. Давайте рассказывать. – Когда делает хлест, или потрясется, потрясется в резонансе со своим телесным дружанием, и тогда он вдруг чувствует, что его отпустил. Такое хорошее состояние наступает. Ну, это мы там до марафона записываем. – Все. Ну, потому что я 1 декабря, потому что первой зимы и дзек хотелось бы создать. – Давай, до встречи. До встречи, друзья. – Все. – Всем до встречи. – Все. – Благодарю вас. – Спасибо.